Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. У меня нет желания ко всему. Я стараюсь что-то делать, но это через большую силу. В последнее время я только лежу и плачу. Я не знал, что со мной, но мне просто противно от себя. У всех нормальная жизнь, все к чему-то стремятся, а я не могу. Я не хочу никого приводить, но, видимо, это получается. Я думал, что всё это пройдёт, но стало только хуже. Я, как четыре горя, не знаю, что делать. Возможно, проблема была в учителе, с которой сказалось, что я ничего не смогу в дальнейшем. Или в плохих отношениях, или в том, что я без каких-либо друзей, но я немного привыкла к этому. Я так много раз старался найти новых друзей, что я обиждаю на хорошую дружбу, но все они быстро уходили. Наверное, они стали мне навязчивы. Я понимаю, что то, что я пишу, мало чем мне поможет. Ну, все зависит от вас. В данном случае, если вы хотите что-то в своей жизни менять, если вы хотите, ну, вот, что-то со своей жизнью делать, да, если вы хотите как-то развиваться, да, если вы хотите всё это, то, в общем и целом, я не думаю, что так это вот, ну, бесполезно это в принципе. То, что вы пишите, вот, я бы сказал, что то, что вы пишите, это очень важевательно, потому что это касается напрямую вас и ваших переживаний, ваших эмоций, ваших эмоций, вот, ваших желаний, вот, и, собственно, вашей жизни. Поэтому я не думаю, что, эээ, ну, я не думаю, что, эээ, так всё-то бесполезно. Да, конечно, эээ, нужно понимать, что, эээ, тот шаг, который вы делаете сейчас, сейчас, вот, тот шаг, он, эээ, является, первым, то есть нужно понимать, что это первый шаг, эээ, сейчас, который вы делаете, ээээ, к тому, чтобы, эээ, начать в своей жизни что-то делать, вот. Вот это, пожалуй, эээ, на самом деле, эээ, правда, вот. То есть, действительно, эээ, то, что вы делаете, эээ, сейчас, это первый шаг, вот. Следующее, эээ, значит, эээ, глобально, как мне кажется, эээ, эээ, проблематика, эээ, заключается в том, эээ, вот, ну, глобальная ваша проблема, на мой взгляд, заключается в том, что у вас, ээээ, ээээ, сильно залезено ээээ смазинг, вот. То есть если бы, если вот как-то вот спрешивать, да, если как-то вот фиксировать вот этот аспект. Я бы сказал, что вот очень много здесь у вас именно вот связано с mapping, вот. То есть я бы сказал, что именно, ну, низкая самостоятельность в данном случае дает вам вот такой, такой результат, вот, и такое отношение к себе. Вот, ну, потому что вот как-то вот в целом, да, вы к себе относитесь вот изначально очень-очень обесценивающе. Ну, по отношению к себе вы относитесь вот очень-очень обесценивающе. И, на мой взгляд, именно самооценкой вам нужно работать в первую очередь. То есть принимать и учиться доверять в себе, учиться доверять своим чувствам и так далее. Вот, смотреть, наблюдать за своими желаниями, за тем, что вы хотите, за своими ценностями и так далее. То есть, ну, напитываться вот в обратную связь. Я понимаю, что это может быть нелегко, вот, особенно если, ну, как-то вот вы там, ну, вы могли, могли, в принципе, к этому, к этому, ну, не быть привычным, да, так бы, оставаться привычным. А более привычным, может быть, вот, как-то, ну, тикатить к людям, например. Да? То есть, ну, как-то вот тянуться к людям и пытаться опереться на них, на людей. Вот. Но, как вы сами видите, в общем и целом, эта позиция, она довольно-таки деструктивна получается по сути своей. Вот. Ну, потому что люди, в данном случае, у нас, вот, так скажем, несколько отталков, вот. Вот. Потому что, ну, чувствую, что вы в них увидите ресурсы и не ощущают вас такого вот полноценного. А партнера, скажем так, полноценного партнера, вот, не чувствуют и их, соответственно, ну, как бы не принимают. Вот. Поэтому, как мне кажется, модель поведения вашего, вашего нужно менять. Вот. А, значит, сказать, что это будет как-то вот просто, я не могу, это было бы неправой, потому что с определенными сложностями. Так или иначе, вы столкнетесь с определенными проблемами. А, так или иначе, вы, ну, пересечетесь, это, вот, нормально. Вот. И вам необходимо набрать опыта в, скажем так, преодолении, даже, а скорее набрать опыта во встречах, во встречах, во встречах с, ну, этими проблемами. Вот. Вот так. Я бы, пожалуй, сказал. То есть, эээ, учиться, ээ, встречать, эээ, проблемы, вот, и учиться их не избегать. Вот. Сейчас получается, что вы их избегаете, вот, сейчас получается, что вы от них, ну, бежите. Наша задача, эээ, вот как раз вам показать, что, эээ, ну, избегать не нужно. Что, избегая, вы, в общем-то, эээ, ну, вредите только себе. Вот. К, эээ, ну, вот, к сожалению. Эээ, вот, соответственно, то, что хотелось бы вам рассказать, соответственно, то, что хотелось бы вам, вот, эээ, в качестве обратной связи предложить сейчас. Вот. Эээ, конечно, 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 имеет смысл обратиться вам, эээ, к, эээ, врачу, может быть, эээ, для того, чтобы поисследовать, эээ, свое, ээээ, психологическое состояние. То есть, в том смысле, что нет ли у вас каких-то физиологических, так скажем, обоснований для того, чтобы чувствовать то, что вы чувствуете. Сейчас это какую-то, знаете, подавленность, может быть, депрессивность и так далее. То есть, это тоже нужно сделать обязательно. Потому что, если что-то такое у вас есть, если какие-то такие элементы у вас присутствуют, то, конечно, на психотерапию это повлияет. Так, вот, и повлияет, ну, достаточно негативно в данном случае. Вот, поэтому, я думаю, что, вот, если вам как-то вот отвечать, да, то я бы ответил вам, вот, ну, примерно, вот таким образом. Ну, примерно, вот, в таком ключе, я бы вам ответил сейчас. Вот, на этом все, не отчаивайтесь, любую проблему можно решить. Главное, обратиться за помощью, вот, за помощью вы уже обратились. Так что, я думаю, что следующий шаг, ну, он вот такой, достаточно очевиден. Здесь много навис от вас теперь, да, то есть, ну, захотите ли вы продолжать, вот, захотите ли вы работать дальше. Вот, ну, это уже, ну, в данном случае, ваш выбор. Вот, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, вот. А, задайте себе пока что вопрос, что вообще мне интересует, что вообще для меня важно, вот. Спасибо. Спасибо.